Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале анекдоты от А до Я. Смотрите нас каждый вечер, улыбайтесь, смейтесь. Один хрен ваши проблемы никого не интересуют. Живите так, чтобы жизнь, давая вам пинка, сломала ногу. Мы начинаем. Оля, тебе не стыдно? Как ты могла? А что случилось, Коля? Оказывается, что Сашенька и Женечка, твои подружки якобы, с которыми ты постоянно посещала баню, мужики! Да? А я как-то без внимания. Встречаются два друга. Один так, ой, ой, Олег, привет. Что случилось? Что такое? Да не могу, так, так погано. Ужас, ой, так откуда? Что случилось? Да, вчера на шашлыки ездили. Ну, да шо, денег на мясо не хватило, поэтому пили, ой, одну водку. Дорогие друзья, пишите ваши комментарии, ведь за лучший комментарий в конце каждого месяца кто-то из вас обязательно получит приз. А мы продолжаем. Ох, как же я люблю газировку! Чувак, так это ж пиво. А я шо сказал? Парень решил подколоть свою тещу и говорит, мам, мам, а вы в шахматы играть умеете? Она говорит, знаешь, дорогой, если бы я умела, то не отдала бы королеву за коня. Ох, скоро лето, надо ж хорошо выглядеть на пляже. Ну, это точно, Катька. И что ты для этого делаешь? Ну, я уже сейчас начала откармливать свою лучшую подругу Гальку. Не, не знаю, Валерчик, вот сегодня, знаешь, все возмущаются, возмущаются. Ну, шо ходить вот это, только возмущаться? А я тебе честно скажу, у нас цены нормальные. Нормальные, если ничего не покупать. Дорогой, а можно я с подружками поеду в Турцию отдохнуть? Я там буду думать только о тебе. Знаешь, что, дорогая, лучше сиди дома и думай о Турции, поняла? О, Яша, привет, как жизнь? Говорит, хорошо. Я слышал, ты ездил в Израиль? Да. Ну, и шо? Вот я не могу понять, почему в Израиле я не видел ни одного нищего? Яша, ты меня берешь на смех, а кто им там подаст? В каждом правиле есть исключения. Вот математики, например, разрешили делить на ноль любую фразу, услышанную из телевизора. Пользуйтесь. Валера приходит в гости к Володе и смотрит, а у него в комнате здоровенный аквариум, и две морские рыбки плавают в аквариуме. Говорит, ух ты, красота-то какая. А Вовчик подошел и стал сцать. Говорит, ты че делаешь? Пусть чувствует себя как дома. Я вам скажу, мы все имеем право на бесплатную медицину. Да. Именно для этого вдоль дороги растут подорожники. Кстати, без рецепта. Письмо Деду Морозу. Привет, старый пердун. Я уже два года в тебя не верю. Геннадий Анатольевич, 53 года. У семьи моего соседочного перзона царила полная идиллия. Да, цилечка говорила за двоих, а Фима молчал за обоих. Мужик пришел на нудистский пляж, разделся, смотрит по сторонам, а солнце печет. Он думает, блин, опалю я его. Взял и шляпой прикрыл. И тут проходит дама. Глянула на этого мужика и говорит, молодой человек, кстати, можно было приподнять шляпу перед проходящей дамой. Он говорит, ну я вам скажу, если бы вы были настоящей леди, шляпа сама поднялась. Коля, а какой ты в постели? Светка, ну что за вопрос? Да такой же, ну только в пижаме. Иза, я слыхал, на тебя напали бандиты. Пробежали грабить тебя. Говорит, да. И я слыхал, что ты им отдал все деньги, все золото, все им поотдавал. Да. Ужас. А как так? Как ты мог взять и все отдать? Ха! Как я мог? Они засунули мне в задницу паяльник, на живот поставили утюг. И шо? Шо-шо? Ждать, пока на свет накрутит? Люди, я вам честно скажу, мечта не работать, ни хера не работать, да. Фима долго ругался со своей женой, наконец не выдержал, достал свой маленький чемоданчик, сложил туда свои самые основные вещи, схватил этот чемоданчик и пошел на выход. А на выходе повернулся к своей жене и сказал, все, я ухожу от тебя, я уеду на Северный полюс, я буду охотиться там на белых медведей, бегать за нерпой, буду ловить там рыбу подо льдом, а потом, потом я уеду в джунгли, в джунгли, да, и буду охотиться там на свирепых хищников, чтобы не видеть только тебя. Он хлопнул дверью и ушел. Через пять минут он вернулся назад, открыл дверь, глянул на свою жену Цилю и сказал, Ну что, Циля, тебе повезло, на улице ужасный дождь. Вот говорят, дай человеку рыбу, и он будет сыт целый день. Дайте человеку удочку, и можно будет шпилить его жену все выходные. Алло, Валерчик, привет, как дела? Да вот, сбрасываю лишние килограммы. А, ты в спортзале? Не, в туалете. Дорогой, скажи, а это платье меня полнит? Дорогая, скажи, а эта майка делает меня лысым? Тю, ты и так лысый. Во-во. Семья Наркоманова. Говорит, мама, сегодня вечером ты меня и не жди. О, а почему, Валочка? А потому что я уже дома. Запомни, сынок, когда женщина гладит тебя по голове, это не похвала. Это она просто проверяет, в какую сторону у тебя откручивается башка. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну а пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова